Поединок нашего спортсмена Алексея Егорова вызвал огромный зрительский ажиотаж, который только нарастал с приближением боя. Российский спортсмен подошел к поединку в отличной форме. В последние дни продолжал подготовку, общался с болельщиками и приглашал всех поддержать на арене и у экранов телевизоров. Всем привет, друзья! Меня зовут Алексей Егоров. Я жду всех вас 7 июня в волейбольной арене «Динамо» на вечере бокса бойцовский клуб РЕН-ТВ, где будет проходить бой с американцем за пояс WBA International. Конечно, приходите и поддержите меня. Мне нужна ваша поддержка. Я буду вас ждать. И мне будет очень приятно видеть вас на трибунах этой арены в этот вечер. Арена «Динамо» в этот вечер переполнена волнением. До поединка – считанные минуты. Все в предвкушении. Два лучших боксера этого турнира приехали, чтобы победить. Алексей Егоров с позитивным настроем заходит в спортивный комплекс, чтобы заблаговременно подготовиться к бою. Москва. Арена «Динамо». Егоров бьется с Глентоном. Сегодня здесь создается история. Бой обещает быть ярким, эмоциональным и очень волнительным. Насколько мы видели, Егоров в отличной физической форме. Но важно, чтобы спортсмен победил волнение, ведь бой для него решающий. Пожелаем спортсмену успехов и победы. Обнинский боксер выступает при поддержке Сенте Групп, одного из крупнейших социальных партнеров Обнинска и Калужского региона. Это бокс, поэтому настрой максимально боевой. Любое касание, особенно в таком весе, может стать последним для любого из соперников. Поэтому, естественно, концентрация максимальная. Алексей собран, уверен в себе. Сейчас происходила процедура тейпирования. Естественно, мы все болельщики, которые сейчас кричали совсем недавно Обнинск и Калуга, верят в победу. Но как все сложится, узнаем совсем скоро. Бой начался. Самый известный в России ведущий и ринг-анонсер Александр Загорский представляет боксеров. Первым выходит Брэндон Глентон. Он занимает синий угол. А в красный угол ринга добро пожаловать боксеры из России! Дамы и господа, встречайте Алексей Егоров! Выход Алексея был не менее эпичным, под хорошо всем известную мотивирующую композицию. Словно русский богатырь, с флагом на плечах. Егоров появляется перед соперником и занимает красный угол. Как говорил знаменитый Майкл Баффер, да будет битва! Два боксера начали с разведки. Первые семь раундов спортсмены шли достаточно плотно. Преимущества не имел ни один из соперников. Ведет Алексей. Брэндон сдает позиции. Смена. Глентон проводит серию ударов и уже кажется, успех на его стороне. Не все так просто. Егоров не намерен сдаваться. Противостояние продолжается. В нем каждый намерен победить. Десятый раунд. Брэндон пытается удивить соперника и наносит Егорову удары по корпусу. Безусловно, это часть его стратегии. И он отрабатывал эти моменты при подготовке. Одиннадцатый раунд. Развязка все ближе. Спортсмены на пределе. Силы и концентрация начинают потихоньку сходить на нет. Но воля не изменяет ни одному из профессионалов. И неожиданно для всех очередной молниеносный удар в корпус и нокаут. Зал замирает. Рефери дает шанс Егорову подняться на помост. Но дыхания не хватает. Тихий голос судьи. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Досрочная победа Глентона. Все вроде нормально было. Пока не пропустил. Вроде все контролировал. Всем огромное спасибо. Поддержка была лютая вообще. Всех слышал. Общая поддержка была на высоте. Всем спасибо. Ну, прошу прощения, что так получилось. Физиология человеческого организма такова. После мощного удара в печень или солнечное сплетение разум по-прежнему остается трезвым. Но тело перестает на какое-то время выполнять привычные функции. Воздух резко заканчивается. Оправиться от болевого шока удается только через некоторое время, которого явно недостаточно, чтобы продолжить поединок и победить. Весь бой, абсолютно. Каждый раунд это большое напряжение, потому что парень не подарок. Он приехал сюда выигрывать, он приехал сюда за поясом. И кость в кость, назря к наздре бились. Каждый раунд приходилось вырывать. Во-первых, Алексей большой молодец. И мы видим, как его поддерживал зал. И это спорт. Мы за это его и любим. За эту непредсказуемость, за эти эмоции, которые он нам дарит. Да, сегодня парень из США был сильнее. Но это не значит, что Алексей сейчас опустит руки и завершит карьеру. Нет, мы будем ждать его. Без падений не бывает взлетов. Не каждый поединок заканчивается триумфом. Но именно таков профессиональный спорт. Каждый бой – еще одна победа над самим собой, которая, безусловно, сделает нашего спортсмена еще сильнее и закалит характер перед следующим поединком. С кем он будет, узнаем совсем скоро. А сейчас впереди восстановление и скорейшее возвращение в гонку за чемпионство. Луиза Башманова, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ.